Добрый вечер всем! Сегодня у нас 12 июля 2022 года. Ну и я уже... Сейчас опять вечер. У нас сейчас почти 11 часов вечера. Сегодня целый день, в общем-то. Жара стояла ужаснейшая. Я уже где-то рассказывала, говорила. У нас такая жара стоит. В общем, сейчас вот немножко уже сейчас вечер. Смотрю, такая луна большая, полная. Красивая очень луна. Сначала хотела вам показать. Я потом подумала, наверное, вы все её и видите у всех. Она, наверное, полнолуния. Сейчас такая красивейшая луна. Я смотрю в окно. Темно уже. Вот. Ну, 27 градусов у нас сейчас. Было сегодня 30, где-то 37-38 градусов. Завтра у нас 39. В общем, жара стоит. Ну, просто, знаете, ну ужасно жарко. На мой взгляд, это жарко просто ужасно. Вот. Сегодня даже делать ничего особо не хотелось. Так я под вентилятором, под этим, знаете, своим... Как это не вентилятор, а охладитель, про который я говорила. Мы его вот купили. И, в общем-то, нарадоваться на него не можем. Я уже где-то написала. У меня спрашивали про него. Кто-то кричит, вот не смотрю. Спрашивали про него. Работает ли хорошо. На мой взгляд, работает хорошо. Только ночью, конечно, от него шумно немножечко. Вот. Ну, как я уже говорила, у меня же люк, он беруши себе вставляет в уши. А я, значит, так. Не, в общем-то, ну ладно, думаю, чушь теперь, переживу мне легче. С ним, с подчем вообще, без всяких вентиляторов, без охладителей. То есть мне легче шум перенести, чем, допустим, в жаре мучиться. Вот. Волосы тоже так вот, знаете, уложены, забраны, потому что, ну, все прилипает к шее, везде все. Ну, жара ужасная все. Одеты легко все, в общем-то, раздетые вот. Больше раздетые, чем одетые, получается вот так. Что-то камеру не могу настроить, потому что немножко не совсем, не совсем хорошо от света. Свет, видимо, так падает, не очень четкое изображение. Сама смотрю на себя, и изображение не очень четкое. Ну, хочу вас всех поблагодарить, конечно, за комментарий. Вчера такую тему подняла, ну, наверное, уже, знаете, целый день сегодня раздумывала. Во-первых, было немножечко страшно, что я, в общем-то, такую тему какую-то раскрыла. Ну, рассказала, как бы, нашу семейную ситуацию, такую мою. В частности, это моя ситуация. Это такая вот у меня, что произошло, что происходит. Ну, я так подумала, думаю, боже мой, ну, в конце концов, все мы люди, знаете, рассказывать какие-то, ну, сказки, как говорится, ну, в общем-то, их незачем рассказывать, потому что жизнь – это есть жизнь, есть всякое, бывает, как говорится, и хорошо, и плохо. Ну, в данный момент рассказала то, что у меня здесь оно и происходит. Вот, я же что-то, у меня эти мои очки запотели, как бы, что ли. Господи, ничего не вижу. Вот. Про троточки, потому что что-то разговариваю с вами и не вижу сама себя. Вот, как бы, боялась комментариев. Ну, не то, чтобы боялась, думаю, господи, напишут что-нибудь такое, ругать мне начнут за то, что я вот тут, знаете, как говорится, рассказываю на камеру все, что происходит. Вот, я как уже сказала, с другой стороны, надо же о чем-то рассказывать, хотя бы рассказывать о том, что происходит, что есть, что, в общем-то, ну, идеальных людей не бывает, идеальных ситуаций тоже не бывает. То есть вот так живем. Я не знаю, наверное, в каждом человеке, в каждой семье наверняка есть какие-то, ну, и проблемы. Вот у нас вот такая вот проблема, ту, что я вам и открыла вчера, и рассказала. Ну, что я хочу сказать? Я прочитала все комментарии, причем, знаете, многие комментарии прочитала по несколько раз, как бы, как посмотрела, в принципе, женщины, они все солидарны, они, в общем-то, ну, как бы, я, знаете, сама себе сказала, что все, что я, допустим, обиделась, все, что я, как бы сказать, переживала за эту ситуацию, то есть я, ну, получается так, что я права, вот, в своих действиях, как говорится. То есть я тоже была немножечко, думаю, что я не права, может, что-то я тут как-то перегнула, думаю, может быть, то, что, ну, у него права такие есть, что вот может так обращаться, думаю, может, действительно как-то это, а вы мне написали практически все комментарии, ну, во всяком случае, те, которые вот сейчас, до сегодняшнего времени я прочитала, все комментарии именно были написаны, кто-то по вещи написал, кто-то написал более-менее по, как сказать, ну, по мягче, ну, суть всех комментариев была одна. Я, наверное, прикрою окно, потому что боюсь, что они меня там слышат. Прикрою чуть-чуть, вот так хотя бы. Вот, думаю, слышат, видят, что я там стою, сама с собой разговариваю. Вот, не понимают, но могут слышать. Так вот, и, вы знаете, целый день вот сегодня под таким впечатлением, под домами, под такими, как-то мне так не весело, знаете, стало. Я так, а ну, как бы уже это не первый раз, а тут, знаете, совсем как-то так вот все это накатилось, я так сама себе сказала, ну, вроде, а что ты вроде как и терпишь, что вроде, зачем тебе это все надо, как-то сама себе, знаете. Конечно, разрушить можно все быстро, вот все, все отношения, но, вы знаете, у меня такое чувство, как свет погас. Я имею в виду в моей душе такое чувство, как погас свет, вот, как что-то вроде изменилось. Так вот смотрю уже, смотрю уже совсем по-другому, то есть другими глазами. Вот, ну, не знаю, изменится ли я потом опять как-то открою я в человеке в этом, ну, как говорится, найду я что-то положительное или не найду, уже, знаете, начинаю как бы, ну, сомневаться, побаиваться. То есть, понимаете, как бы вам это сказать, я, как бы, как я вам говорю, свет погас, вот, что-то уже не так, сегодня целый день тоже в такой задумчивости, знаете, стала анализировать, анализировать все вот его поступки, анализировать все мои поступки, думаю, может, это я что-то не сделала, не так, ну, мало ли, но всяко бывает, вот. Потом тоже сегодня Кирочка мне написала, написала мне, что они доехали, они уже с мамой, и мама ей написала, и она, что они уже в Перми, они уже как бы по гостям начинают ходить, то есть, в общем, рады, очень рады. Вот, потом другая внучка мне из Германии тоже написала, она, у ней щенок появился, ей подарили родители щенка на день рождения, так поняла, что, в общем, тоже такая радостная и довольная. Ну, вот так у нас как бы жизнь продолжается. Ну, и у меня тут тоже как бы жизнь своим чередом идет. Я, конечно, ничего не стала ему высказывать, ругаться с ним не стала. Стала, так, знаете, анализировать, стала думать вот эту ситуацию, стала продумывать, стала думать, думать, господи, я ведь его не смогу изменить. Человек уже, знаете, ну, ему все-таки будет вот 62 года, изменить уже я его не смогу, то есть, переделать не смогу. То есть, если даже на какое-то время он, ну, допустим, он изменится, да, но все равно полностью, то есть, у нас изменить уже нельзя. Мы уже сами такие, какие мы есть, то есть, вот мы такие и все. То есть, в любом случае, вот он сколько-то, может, времени побудет, хорошим, как говорится, если я ему выскажу, а через какое-то время он все равно будет делать так, как он делает. Это сильнее его, сильнее нас всех. Вот это наш характер. Тут уж ничего не поделаешь. Я так, знаете, и прочитала, как я уже сказала, несколько раз комментарии. В общем-то, думаю, ну, надо же. Все вот, понимаете, в каждом из ваших комментариев, в каждом из ваших высказываний я поняла, что я примерно думаю то же самое. То есть, вы мне как бы повторили то, что у меня где-то было в глубине души. По сути, я так это, вот именно так я это как бы и понимала. Конечно, ребенок, а моя внучка, она, конечно, ребенок. Вова, он тоже ребенок. Правильно мне написали, одна женщина тоже, знаю, кто написала, что, ну, видно было даже на камере где-то, что там ребенок испуганно так смотрит. В общем-то, они побаиваются. Действительно, они немножечко вроде как и побаиваются. А сегодня, знаете, тоже так интересно. У Жанлюка у него 26-го день рождения будет. А я вчера, не сегодня, вчера я перебирала постельное белье, меняла постельное белье и нашла. Кира сделала для него, знаете, ну, сама сделала. Можно потом показать, она просто не здесь, не со мной. Сделала такую картинку, нарисовала там что-то, написала с днем рождения по-французски. И написала, я тебя люблю тоже по-французски. То есть я так ему показала, говорю, видишь, Кира запрятала туда, знаете, под матрас. Я тут перебирала всю матрас, перестилала. И нашла эту ее, как бы, ну, небольшую такую открытку своими руками она сделала. Ну, он как бы особо так, ну, да, говорит, спасибо, вроде как, приятно, хорошо. То есть вот так ребенок даже это сделал. То есть я уж так показала, думаю, раз она хотела, чтобы я нашла. Ну, в общем, я это и нашла. Вот так вот. То есть вот, видите, то есть вот. А он-то как-то, знаете, он такой человек тоже. Не хочу его тоже, знаете, как говорится, чернить, ругать и, знаете, как бы критиковать. Это мне не хочется. То есть я не судья, я никого не хочу судить. Я не знаю, почему он так делает. Видимо, это такой человек. Может быть, действительно он такой эгоист. Ну, вот такой, вот так родился, вот такой вот он. Дело в том, что он из большой семьи. Мне правильно тут написал, что, возможно, правильно, что человек из большой семьи. Вот так у него, ну, вот так он вот живет. Вот так вот вроде как. Ну, он сам рассказывал, в семье у них было так. Если кто-то опоздал к столу, то и порция того человека, которого, значит, закрой дверь, потому что закрой окно, то порция, господи, не закрывается, то порция, допустим, его там еды уходила к другому. То есть вот опоздал там на 10 минут, как он сам рассказал, еще ребенком был, то есть к столу к определенному времени. Кто живет во Франции, они знают, что здесь кушают в одно и то же время. Так вот, он говорит, у него там мама в какое-то определенное время, они кушали, ну, допустим, в 12.30, предположим. Не знаю, он не говорил я, или, может, не говорил, не знаю. Если он, допустим, в 12.30 его не будет столом, его порцию, так как семья большая, отдавали другому ребенку, все, он оставался голодным. То есть он говорит, ну, один, два, три раза опоздаешь, а потом уже говорит, быстренько говорит, уже сидишь на своем месте и ждешь свою порцию. У них вот так было, потому что, ну, я тоже, с одной стороны, его маму понимала, понимаю, шесть детей, это пять мальчиков, одна девочка, это же надо все приготовить. В то время это время было трудно, как он говорит, и стирали еще не в таких машинах, как вот, знаете, сейчас, это надо было постирать. Она, говорит, и с котлами с этими, знаете, бегала, чтобы парить белье и там еще что-то. Мне вот рассказывал, когда, я думаю, господи, надо же, как они жили, еще хуже, чем у нас получается, вот. Ну, и поэтому, как бы, знаете, ну, я сама жила в семье из двух детей, я часто это рассказываю. То есть я была и моя сестра, и то моя мама каждый раз говорила, господи, так много детей, так много детей. У меня два ребенка, то есть для нее это было много детей. Ну, вот так вот, то есть, видите, вот, даже в этом вот отношении он воспитывался по-другому, не так, как я. Поэтому, ну, может быть, это какое-то оправдание, что он вот так вот к еде относится. Я, допустим, для меня вот, ну, есть, есть, нет, нет, у меня нет такого, чтобы, допустим, кто-то съест на мой порт. Вот мне даже этого нет, потому что у нас всегда было в достатке, мы ели хорошо, у меня никогда не было, чтобы у меня что-то не хватило. Я еще любила конфеты, но я знаю, у меня конфеты всегда, знаете, килограммами бабушка нам дарила конфеты. Там по пять килограмм шоколадных конфет, самых лучших. Это я вот помню, у меня кулек, у сестры кулек, да еще сестра не любила шоколадные конфеты, она еще половину у меня отсыпала. То есть у меня не было такого, чтобы кто-то что-то съел. У нас этого просто в семье не было, у нас было все, все было, вот, в моей семье, во всяком случае. Когда вот мне Жен-Люк рассказывает, там, что-то не хватало, что надо съесть, мне даже, знаете, вот это так удивительно, думаю, ну, надо же. Ну, возможно, в больших семьях такое и бывает, возможно. Вот, поэтому немножко, может быть, ему оправдание, я так вот просто продумывала, думаю, ну, надо же, он вот так вот, как бы, потом, как он рассказывал, что у него в семье мама не была очень ласковой женщиной, то есть ему ласки не хватало. Ну, может, так вот и воспитывался где-то на улице, где-то как-то. Ну, у них ведь тепло-то, 9 месяцев в году тепло, это не как у меня, допустим, в регионе, мы дома, ну, чаще дома находились зимой, чем, допустим, ну, не бегали же с утра до вечера на улице. А у них, наоборот, они с утра до вечера на улице, свой дом был, в общем-то, как бы, ну, может быть, я не знаю. Может, это как-то ему оправдание, что он, вот, что, рос среди практически мальчишек, то есть, ну, что, 5 братьев и одна сестра. Ну, в общем, так вот хочется немножко, как бы, найти, почему он так себя, так вообще поступает. Вот, и, видимо, ему, ну, я так понимаю, я уже так сама лично сделала такой, ну, вывод, ему, видимо, не хватало всегда как-то женского внимания, ну, я имею в виду любви женской, вот, внимания-то ему хватало, он мужчина симпатичный, у него много было всяких женщин. Но дело в том, что не хватало, видимо, вот это, знаете, он ревнует меня, потому что, ну, для него, как бы, мне так кажется, я вот так смотрю, для него я как будто бы его мама, и он у меня единственный ребенок, вот он, знаете, как единственный мой сын, вот, у него где-то, видимо, это в его голове, вот. Вот, и к другим, как бы, он меня ревнует, потому что, как я поняла, он ревновал раньше свою маму к своему младшему брату, вот. Это, знаете, все вот эти наши проблемы, они у нас из детства остаются, вот. И когда он видит, что я там с Кирой как-то вот по-хорошему или разговариваю с ней, или еще что-то, ну, или какие-то у нас такие с ней теплые отношения, его видно, это все, знаете, как бы это сильнее его, это его начинает, то есть вот он ее, как бы, она ему, ну, причиняет, как говорится, неудобства вот такие моральные, что вроде как это моя, моя вроде как, я как собственность его, понимаете, или кто-то еще, ну, мое внимание. То есть мне так кажется, я вот так тоже смотрю, размышляю, ну, хотя я ему как-то даже об этом говорила, я говорю, тебе, я говорю, ты меня ревнуешь, потому что я говорила это ему еще раньше, а он говорит, нет, нет, ну, он же не признается, он же не признается в этом, вот. И потом я так еще поняла, знаете, к детям он как-то особо равнодушен, вот, свои, это свои у него, как вы понимаете, у каждого из нас свои, это свои дети. Но и то, насколько я поняла, насколько я, знаете, так вот приглядываюсь, смотрю, у него, видимо, было так, с его детьми сидела всегда его жена, то есть занималась его жена, она работала на полставки всего лишь всегда, и она им и занималась. А вот это вот у него, его, как бы, хобби, его вот эта охота, это, видимо, то, что он убегал всю свою жизнь от семьи, он просто убегал, он сбегал в каждый, значит, он работал, у него там деньги приносил, он работал, и в свободное время он, как говорится, оп, слиняет к себе на эту охоту, вот так, скажем. Я это все поняла, как бы смотрю, вот так все приглядываюсь, это, знаете, это уже такое, чтобы, как он говорил всегда мне еще и раньше, я не выносил никогда детский плач, то есть, когда у него детки были маленькие, там, его совсем еще младенцы, как говорится, он, видимо, ну, не выносил, и его жена тоже старалась, чтобы он уходил, чтобы он ее не нервировал, потому что французские женщины, это все-таки, ну, они имеют достоинство, они не как мы, они более такие, иди отсюда, как говорится, деньги принес, принес, ну, вот и убирайся, вот, он, видно, помогал, но помогал очень мало, то есть, это его все раздражает, вот, почему он даже мне своего внука хочет сплавить, но, опять же, чтобы это я за ним смотрела, то есть, тут все, как бы, логично и понятно, это, как бы, в его оправдании, то есть, сам по себе человек, он эгоист, ну, вот, считайте, он прожил со своей женой где-то 21 год, ну, примерно так я, где-то плюс-минус, в 14 лет он жил один, и вот сейчас уже 3-4 год начал жить со мной, то есть, вот так, в 14 лет он жил один, ну, я вот тоже, да, так сама себе задаю вопрос, чего это он вдруг жил один, ну, наверняка, скорее всего, у него были какие-то женщины, как я так понимаю из его разговоров, женщины у него было, и, видимо, устроил себя он хотел, свою жизнь, ну, я вот так, знаете, как бы, ну, он рассказывает, а я так вот из всего этого складываю, складываю какие-то, ну, из маленьких таких рассказов, складываю общую его такую, знаете, как бы его общую жизнь, вот сегодня еще это все продумывала, ну, и думаю, скорее всего, он, французские женщины не устраивали его, Когда они узнавали, он да, он красивый, да, он там симпатичный мужчина. А когда они поближе это все узнавали, когда понимали, кто он и что он, что он эгоистичный, эгоист, они просто-напросто его бросали. То есть не он бросал, а его бросали. Я чуть не слышала, чтобы он кого-то там прям бросал-бросал. Я таких рассказов он мне не рассказывал. Уже в последний раз передо мной он бросил женщину, я знаю, что он ее бросил. Но как он ее описал, как я поняла, она не была и некрасивой, и не, в общем-то, неинтересной. Просто он уже, видимо, хотел с ней только потому, что ему уже он понимал, что больше уже ему не только, как говорится, не светит. Вот, это было передо мной, потом он светил меня, и я ее бросила, эту женщину. Она такая полноватая, даже слишком была такая. Ну и особо некрасивая, я видела ее фотографию. А вот, не особо такая какая-то. Ну, он там еще рассказывал кое-что, даже не хочется говорить, что, в общем, она не была ему приятной. Вот так. Но это другая история, как бы история о нем. Я просто немножечко в защиту, наверное, да, в его, чтобы вот защитить как-то, возможно, тоже. Ну, как бы, что я с человека не хочу совершенно очернить, сказать, что вот он такой прям. Просто это он такой, вот это его характер, вот такой характер. Вот и все. Тут уже как бы ничего не сделаешь, ничего не переделаешь. То есть, вот он тут помыкался, как говорится, 14 лет один, понял, что, ну, живут они здесь, но все равно женщины как-то лучше приспосабливаются. Мужчины тоже есть одинокие, но всегда, вот сколько я с ними разговаривала, они все-то, они хотят жить одни. То есть, им бы хотелось женщину. Ну, а он тут, как бы, видимо, вот расслабился, как говорится, как он считает, что я его собственность, что-то такое, вот что вроде как. Вот, ну и все, вот. А вообще, конечно, у него было много всяких, когда мы встретились, я уже где-то это рассказывала, у него было очень много требований к женщине. Очень много было требований. Во-первых, чтобы она была красивая. Во-вторых, чтобы она обязательно была, работала. Во-вторых, чтобы она тоже никаких детей не была, потому что у него еще до меня, когда он мне рассказывал, встречались женщины. И некоторые женщины еще хотели ребенка, как бы ему предлагали. И он только из этого, вот, он только из этого с ними расставался, потому что не хотел категорически никаких детей. Вот. То есть, о чем говорит, что, естественно, он к детям относится так к себе. Ну, есть они и есть, и слава Богу, вот. И хорошо. Хорошо. Но больше он никаких детей уже и не хотел. Никаких, все говорит, не хочу больше. Вот. Поэтому, когда он вот со мной встретился, вот эти условия у него, что никаких детей, никаких, значит, чтобы работала, никаких животных у него, чтобы у этой женщины не было. То есть, требований-то было, ой-ой-ой, сколько. Ну, и когда мы с ним встретились, я сказала, что я, нет у меня работы, что я, у меня есть собака, у меня в тот момент была собака. Детей, конечно, у меня маленьких не было, но я сказала, что у меня, вроде как, внуки есть. Это я ему сказала сразу, познакомила, помню, я его с внуками, тогда с Кирой я его познакомила. Вот. Ну, он на все это, как он, как мне потом, позже говорит, я на все закрыл глаза. Да, то есть, я сделал все наоборот, то есть, то, что я хотел, все получилось наоборот. Я говорю, ну, почему же так сделал? Он говорит, ну, наверное, потому что я в тебя был влюблен, я влюбился в тебя, вот. И вчера даже признался мне тут вечером, говорит, я даже плакал из-за тебя. Ну, он даже думал, вот ведь как интересно. До этого никогда не признавался, а тут плакал из-за меня. Ну, как я уже сказала, это, знаете, интуитивно он почувствовал, что я, что что-то у меня не ладно. Я потому что с ним сегодня мало разговаривала, отвечала так, знаете, односложно, да или нет, потому что все мои мысли были, знаете, я вот все читала ваши комментарии. Я еще раз просмотрела свое видео, два, по-моему, раза я его просмотрела. Думаю, ничего ли я лишнего не сказала, думаю. Потом, знаете, ну, собственно, ни разу не сомнилась в том, что нужно было это рассказывать или не нужно. Как я всегда, всегда, много раз говорю, что если однажды мне, допустим, все это наскучит, и мне захочется, ну, вот, у меня что-то изменится в жизни, или я не знаю, что произойдет, я закрываю видео, все во мне забыли. То есть это не такое, знаете, что-то такое прямо, ну, хотя бы такие видео, вот такие, они наводят людей, нас, людей, они наводят на мысли. Мы сами, когда рассказываем, в частности, я вам рассказываю, я сама же себя и анализирую. Это тоже правда. Это у меня одна подруга очень хорошая моя все время так говорит. Ты говорит, ну, мы, когда говорим, мы сами себя и анализируем о том, о чем мы говорим. А еще то, что благодаря вам, за что вам большое-большое всем спасибо, кто мне написал там что-то, ну, свои какое-то мнение. Во всяком случае, все ваши высказывания, они примерно, знаете, вы именно хотели, каждый из вас написал по-своему, как говорится, в своей форме, но примерно одно и то же вы сказали. То есть все сказали примерно одно и то же, что, в общем-то, мне так это, знаете, в общем-то, на такие размышления навели. А сегодня еще, как бы, еще, я уже как бы, правильно говорят, одна, одна не приходит к нам какая-то проблема за, да, если одна проблема пришла, то за ней еще какие-то, ну, проблема, не проблема. А сегодня тоже я, мы ездили у нас, старая его машина, она, нужно было техосмотру, так по-русски сказать, проходить, технический контроль по их нему. Прошли, пошли проходить, в общем, он заплатил там не знаю сколько, ну, где-то, ну, не знаю, ну, что-какало 100 евро. Но не прошел этот контроль. Ему, в общем, написали целый такой список большой к его старой машине, сколько он должен деталей поменять и купить. И через два месяца он должен снова его переоформить, этот его технический контроль. Он все тут посчитал, посидел, знаете, он, ну, может, не так большой, как говорится, интеллектуал в своей жизни, так небольших, небольших, немного учился в школе, но считать-то он умеет очень хорошо. Знаете, как правило, люди, которые бывают, что, как говорится, писать не умеют, а считают очень-очень хорошо. Вот он как бы все это просчитал, проприкинул, ну, и говорит, позвонил он, значит, в центр Тойота Центр, ну, и сказал, что, и тут кто-то смеется, девушки, и сказал, что я вот сдам свою машину новую Тойота, и сдам свою старую машину Ауди у него, и там, могу ли я получить за это себе другую машину, более новую модель. Ну, ему предложили там хорошую машину, тоже гибрид, тоже Тойоту. Ну, и, в общем, в пятницу вот записался на прием, и он решил поменять, то есть сдать две машины и получить одну более, еще более новую, вот, к чему это я рассказываю, к тому, что окажется, что теперь, когда он получит только одну машину, у него будет только одна машина, и, естественно, когда он будет на охоте, я уже не смогу двигаться. Причем такой радостный, я вот так на него посмотрела, прямо, ну, весь обрадовался и весь светится, то есть платить, говорит, за ремонт не хочу, прямо вот нашел причину, у меня такое чувство было, что он уже эту причину давным-давно и искал, то есть прямо, знаете, ну, весь такой аж засиял. Ну, так, спросил мое мнение, а я так, знаете, подумала, подумала, думаю, ну, что я могу сказать? В конце концов, решение принимает он, ну, скажу я, не продавай машину. Я просила у него, до этого я у него просила, говорю, ты пока вторую машину старую свою не продавай, ты будешь ходить на охоту, у тебя вот охотничий сезон начнется, ну, 6 месяцев ты на, как бы, ну, еще протянешь эту две машины, ну, 6 месяцев, я понимаю, что, говорю, ты больше их тянуть уже не сможешь, это будет трудновато, тем более сейчас все так дорожает. Я говорю, давай, ну, вот еще последний сезон и потом продашь, вот, ну, вроде на этом мы порешили. А сегодня я так уже поняла, что второй вот этот сезон, он решил эту машину, две машины продать, в общем, будет одна машина, он будет уезжать, говорит о том, что я буду оставаться дома, то есть я уже не смогу двигаться так, как я раньше могла на машину взять, куда-то поехать, там прочее. То есть вот так вот. Вот, то есть, потому что, когда мы начинали жить, так, вопрос был о том, что вроде у тебя будет своя машина, ну, не то, что куплена на моя, на меня, но он, как бы, две машины будет содержать, то есть у меня на охоту старую, тебе вот эту ты можешь брать, то есть нет проблем. А сейчас получилось, так получается, вот сейчас что будет в пятницу, я не знаю. Я слышала, он тоже позвонил своему сыну, тоже ему это все рассказал, своему старшему сыну, он более-менее с ним так всегда общается в таких, как бы, вопросах. Ну, я так краем уху услышала, что сын ему сказал, что я, потому что он на громкой связи слушает, всегда разговаривает из-за того, что он не слышит. Ну, и я услышала, что сын сказал, что, ну, а как, вроде ты будешь на охоту уезжать, она что, будет у тебя дома сидеть, что ли? То есть он тоже это понимает, говорит, ну, не знаю, говорит, хорошо ли ты поступаешь, вроде как. Вот. Но, ну, что я сделаю? Я вот так все продумала, и мне, как вы знаете, еще меня это и немножко, как бы получилось, как еще одна пощечина у меня получилась. Я уже ничего не сказала, так, знаете, в себе, думаю, ну, надо же, вот теперь и получится. Ну, то есть, короче говоря, тут, знаете, так подведу итоги к тому, что я вам рассказала и сказала. Опять же, это не жалоба, это, наверное, бывает так не только у меня. Я так думаю, что, знаете, простых семей не бывает. Жизнь, она не такая простая, как она нам кажется, и вроде она и несложная. Но вот она тут из таких нюансов, знаете, состоит такие вот наша вся, как говорится, и жизнь. То есть у кого-то может быть очень, не знаю я, честно сказать, не знаю людей, вот по-честному не знаю людей, у которых бы все-все было гладко. Знаете, да, вот так смотришь, вроде все хорошо. Вот начинаешь с человеком разговаривать, копнешься поглубже. Ладно, если человек открытый, он вроде начинает рассказывать. А бывают люди закрытые, все и не рассказывают. То есть, ну, вот так вот, видите, сейчас у меня, наверное, эта черная волоса такая пошла. Вот, не то, чтобы я очень прям расстроилась, знаете, очень прям там, ну, чтобы чуть ли не плачу. Нет, конечно, но я просто на все это посмотрела вдруг с другой стороны. Может быть, завтра у меня все изменится, и мне опять станет, знаете, ну, очень даже хорошо. Не то, что я там, знаете, как-то, ну, грущу, но я задумалась, вот, скажем так, я задумалась. Я задумалась, почему, вроде, я так, ну, на это все так отношусь ко всему, почему я терплю это, вроде как, все. За что мне такое, за что мне вот это терпеть, за какой мне интерес это все терпеть. То есть, вот так я же вопрос себе поставила. Ну, пока еще никакому решению, естественно, не пришла, а только так вам вот рассказываю всю мою, ну, нашу, вот, конкретно, просто конкретно нашу ситуацию. Я могла бы это рассказать о ком-то другом, но это вот конкретно происходит, что со мной, что у меня в семье. Не знаю, интересно это или не интересно. Но, во всяком случае, вот от того, что я рассказываю, можно как бы, знаете, как анализировать в общем, понимаете, как бы вот, ну, анализировать нашу жизнь. Вот, вот так вот. Ну, ладно, на этом буду заканчивать, потому что, в принципе, сказать еще много, что хотелось у меня, есть еще что рассказать и что сказать. Вот, есть рассказать, почему все это так, вот, как бы есть у меня еще, ну, не весь рассказ, вот, понимаете, я не все, как бы, наверное, рассказываю, не все. Надо как-то, ну, может быть, поконкретнее что-то, не знаю, нужно ли, стоит ли это, потому что, ну, это моя, как бы, жизнь, это такая. С другой стороны, как я уже сказала, ну, наверное, знаете, как жизнь, она есть жизнь, вот. Вот, вот так и так, ну, опять же, это не жалобы, это чисто только рассуждения, это мои рассуждения. Иногда я ведь сама собой рассуждаю, иногда рассуждаю с подругами, это, ну, вот так вот. Даже раньше как-то с ним часто обсуждали, рассуждали, а сейчас даже с ним не хочется, потому что он все равно не поймет. Сегодня, вы знаете, даже вот завтра он, завтра 39 градусов, 38-39 градусов. Утром я вижу, он собирается завтра ехать на свои угодья, работать там в поле, там, знаете, что-то копать надо делать. Я так посмотрела, вижу, ему жарко, ему плохо. И, знаете, чисто вот от человеческого сердца, чисто от своей души ему, говорю, слушай, говорю, ну, в 38-39, идти работать там, пахать, у тебя больной, я говорю, это ненормально. Причем, как он заругал меня, он говорит, ты ненавидишь мое хобби. Я говорю, господи, я чисто это политез, это политез, это чисто, как сказать, ну, господи, как это политез по-русски забыла. Ну, чисто как бы, ну, забота какая-то, не потому что любишь, не любишь, просто хотела посочувствовать, хотела сказать, что, может, там можно все отложить. Ну, говорю, с другой стороны, говорю, если тебе нравится, я больше, я молчу, говорю, ничего не говорю, хочешь, иди, ты же не меня берешь с собой, ты же один идешь, но хочешь 38 градусов, 39, на жале, там, дышать нечем, с работой, говорю. В конце концов, говорю, что я могу тебе, ну, вот, в любом случае он это все не отменил, и завтра с утра на полдня он сказал, туда уйдет. Ну, надо, значит, надо, идет, значит, идет. Ну, если у него будет солнечный удар или там еще что-то, его, это не моя вина, это вина его. Вот так вот. На этом я заканчиваю мой вот этот, знаете, вот этот мой рассказ о нашей жизни. Большое вам спасибо за внимание, большое вам спасибо за комментарии, все очень ценные, вы знаете, они все меня заставляют задуматься. Ну, как говорится, не судите уж меня строго, вот так, значит, так вот, рассказываю то, что есть, все из моей жизни. Вот. Смело, не смело, ну, что теперь делать, что скрывать, если действительно наша жизнь, она вот такая, знаете, вот у нас так вот, белая, черная, белая, черная. Пока-пока, всех вас люблю, целую и обнимаю. До следующего видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова